Несмотря на полную самоизоляцию, запрет на выход из дома. Просто так коммунальные проблемы в городе никуда не делись. А некоторые вовсе добавились, ведь снег растаял. Сейчас мы выйдем в рейд по коммунальным проблемам города и покажем вам некоторые из них. Эта дворная улица Свердлова, 118, уже становилась героем социальных сетей. В эти выходные с крыши упал шифер и отлетел в некогда стоящую тут Тойоту РАВ-4. К сожалению, без повреждений не обошлось. А пройдя пару метров вперед, мы видим, что шифер с крыши падал и у другого подъезда. По словам жильцов, это было несколько недель назад, и тогда никто из них не пострадал. Остается надеяться, что управляющая компания посчитает такой случай аварийным и устранит проблему в скором времени. В этом дворе на Потемино-16 уже расцвели первые цветы. Но, кажется, такая растительность совсем не радует глаз. Похоже, в этом подъезде живут любители выпить горячительного, а после выкинуть остатки своих бутылок за окном. Поэтому, когда снег растаял, под окном образовалась настоящая свалка. Несмотря на не самых чистоплотных жителей этого дома, с дворником им все же повезло. Мужчина утверждает, как только появилась сухая погода, он сразу решил убрать мусор и позаботиться о жителях этого дома. К слову, на Мира-50 возле дома подобная же история. Правда, здесь валяются уже не бутылки из-под алкоголя, а мусорные пакеты и то, что было в них. Чаще всего в Березняках устраивают субботники в мае и прибирают придомовую территорию. Но, возможно, из-за пандемии мусор пролежит здесь до самого лета. Пока одни жители ждут действия от управляющих компаний, другие берут инициативу в свои руки. В социальных сетях уже появилось видео, как горожане вышли во двор своего дома на разрешенные 100 метров и сами провели субботник. А жители Правобережья беспокоят вовсе не падающий шифер с крыши и даже не мусор под окнами. Там по весне растеклись коммунальные реки. По словам интернет-пользователей, они обращались уже и в БВК, и в спецавтохозяйство. БВК сказали, что это не их вода. В спецавтохозяйстве, что о проблеме, знают и скоро устранят. Но вот прошло уже несколько дней, а проблема до сих пор на месте. Согласно указам главы края, сейчас разрешено работать с организациям, которые устраняют аварийные ситуации в городе. Поэтому надеемся, что в ближайшее время коммунальные реки на правом берегу и падающий шифер с крыши устранят, и они перестанут волновать березняковцев. На этом наш коммунальный рейд подошел к концу. С вами были Кристина Придеина, Дмитрий Воронушкин. Новости верхниками.